Главный тренер сборной Армении Рубен Налертьян, ваше решение о матче? Ну, я думаю, был хороший матч. Обе команды заслужили победу, но сегодня нам повезло. Я хочу желать команде Молдовы в дальнейшем всяких успехов. Мы очень рады, первая у нас игра и первая победа. Главный тренер сбора Молдовы Денис Менин. Ваше мнение по матчу, эмоции? Эмоции уже прошли, практически можно так сказать. К сожалению, нам не удалось добиться того же этапа, на который мы рассчитывали. Пропустили гол в начале первого тайна. На этом вся игра у нас и закончилась. Команда Армении больше оборонялась, где-то пыталась поймать нас на контратаках. В том тайне, в конце второго тайна, нам чуть-чуть прибавили в контроле мяча. Быстрее двигался мяч, у нас какие-то уже появлялись моменты. К сожалению, не удалось реализовать. Очень хорошо могу отметить игру вратаря в Бонармении. Великолепно, конечно, у нас играл. Мы уже где-то подпрыгивали от радости, что гол, но, к сожалению, она все вытаскивала. Ну, поздравим. Сегодня в Бонармении был этот вечер сильнее, чем мы. Желаем удачи в следующих мочах. Вопросы у нас есть? Ну, с премидаем, действительно, есть основания запомнить имя Анны Карафитя. Где вы, как вы уникли, как девочка играет? Вы читаете хорошо? Ну, она из большого... Ну, у нас все девочки из большого футбола. Ну, она при собой играет в большой футбол. Ну, для футбола будет нормальным вратарем, я думаю. Ну, она будет играть хорошо, потому что мы полтора месяца готовились. Я думаю, для такого маленького срока еще ни одного товарища даже не играли. Ну, я думаю, наши уже будут прогрессировать с каждой игрой. Потом у нас будет хорошая футбольная команда. Ну, я думаю, для начала надо сделать лигу, где будут играть в футзал. Потом еще строить сборную. Ну, она у нас сегодня была лучше из двух команд, наверное. Господин Денис, у вас нет ощущения, что ваша команда играет в большую, в большом, в маленькой площадке? Где-то у нас нет еще комплексов футзала? В смысле, что вы имеете в виду комплекс футзала? Ну, футзал это у нас не комплекс. Не обоснованно, скажем, но мы сейчас уже родились были. В смысле розыгрыша стандартных положений в мячике, в одну сторону игроки, в другую, в последнее время, нескольких этих игроков, какие-то были. Ну, у нас тоже на стадии только развития женский футзал. В принципе, мы отрабатывали, и не могу сказать, что у нас ничего не получало, даже те же стандарты. Несколько стандартов были очень опасны. Будет. У нас есть видео, мы его просмотрим. Несем какие-то коррективы. Естественно, что у нас команда тоже, как и сборная Армении, в принципе, как и сборная Белоруссии, только строится. У нас нет какого-то... Ну, у нас был проведен один чемпионат, но он только один был всего лишь, да. У нас все на стадии развития. И мы... Что мы смогли за этот период сделать, да. У нас было два матча с Белоруссией. Был какой-то отрезок подготовки. Что мы могли наиграть? Мы наиграли, и, в принципе, это мы сегодня использовали. Ну, стандартов было очень много. Естественно, что женский футзал очень сильно отличается от мужского. Так что ошибки у нас здесь бывают. Без ошибок у нас... Не ошибаюсь, кто-то ничего не делает. Это понятно. А то, что команда значительно лучшей игрой, не провела второй танец, а первая способность ее обучаться на вторую и какие-то другие касательно? Ну, вы сами понимаете, что чем больше у вас игровой практики, тем лучше вы играете. У нас было всего лишь два матча до этого с Белоруссией. И сейчас было еще два матча у нас в сборной Румынии, да. Мы сыграли четыре игры. Естественно, что как вы... Есть какие-то перерывы между этими товарищескими играми. Немножко падает уровень, да, игровой практики. Опять сыграли два матча, как бы, должен был подняться. Не знаю, в первом тайме вроде бы все нормально. Естественно, что нам немножко все поломало, это первый гол. Нам пришлось играть первым номером. Естественно, что первым номером намного сложнее играть. Разрушать всегда, я считаю, что легче. Ну, еще могу отметить, в сборной Румынии было два неплохих игрока. Можно даже сказать, не то, что неплохих, а хорошие игроки, которые могут и принять мяч, где-то вовремя отдать хорошую передачу, придержать. Есть хорошие какие-то. Ну, мы работаем, у нас тоже неплохая сборная. Будем работать дальше. Будем исправлять ошибки. Вы решите кого-то выделить? Нет, я не хочу никого выделять, никогда не выделяю. Потому что я считаю, что в этом матче все игроки, которые были даже на скамейке запасных, все желали победы, все отдались. Но я считаю, что на 100%. Ну, к сожалению, на немножко не было. Димитрий, спорт, гилатонка, психологические команды перенесет это куда? Как мне сказать, я... Можно сказать, что у меня очень мало опыта тренерского в женском футболе. Не то, что в футболе, а в футдале женском. Это еще как бы еще имеется в специфику. Но я надеюсь, что все будет нормально. Как бы там опытные игроки, которые играют уже не один год. Они практически все поиграли в сборную Молдогу, в большой футбол. И играют до сих пор. Ну, что... Они психологически устойчивые все, игроки. Ну, что мы это переживем. Будем двигаться дальше. Но вы как тренер почувствовали, что женский спорт это совсем другая планета? В смысле, в психологии. В смысле, в психологии, да. Ну, что сделать? Ну, мы постраивались, что-то будем делать, придумывать. Ну, что будет все нормально, но работать. Когда ты работаешь, труд он никогда не пропадает. Господин Роман, Ваши футболисты отличались очень хорошей техникой. Я не буду вспоминаться, может, сколько футбол советского периода, когда у Вас выдающиеся мистера были футболисты. Какие еще качества, Вы считаете, нужны в Вашей команде для того, чтобы вы уверены выступать в футболисты? Ну, для начала надо будет стабильность, которой в нашей команде нет. Ну, там большая работа надо сделать. Ну, специфика очень... Я еще главный пример сборной Армении по футзалу. Там другая, здесь вообще другие качества у девочек. Ну, надо работать, надо еще футзальные тонкости создать, чтобы они уже подумали по футзальному. Это надо сделать. Ну, сейчас у нас просто команда, которая бороться за победу и все. И футзал, как таковой, для меня это не футзал. Ну, я думаю, все это будет просто девочек одна... Они очень медленно думают. Они очень медленно думают на поле. Там эти... Всякие домашние работы, которые они дали, в углове, стандарты, там все, они потеряют. Это я спрашивал всех команд, даже с белорусами сегодня, у них та же проблема. Вот их задавали вопрос. У девочек это очень говорят. Я новичок, вот по девочкам. Поэтому я всех спрашиваю, у всех одна проблема. Они очень медленно думают, медленно создают. Ну, надо, чтобы это уже... Оставить у них, чтобы думать поскорее. Потому что если они не будут так думать, не могут футзал играть просто. Ну, вот так будут бороться и все. Это не футзал. Это большой футбол здесь был сегодня. Ну, я думаю, уже в следующих играх, в следующем году, наверное, уже все, ИМИ и Молдовы, у них, у вас тоже хорошая команда. Я просто так не говорю. Хорошие девочки, которые будут бороться. Надо создать команду. Я этого не тренера, чтобы все это сделать. Какое-то, чтобы создать команду, нужно создать сначала чемпионат женский. Чтобы мы умели, откуда брать этих игроков из сборной. Когда это будет, тогда и будет прогресс. Сборная. Спасибо вам. Спасибо.